Авторами и ведущими программы «Подснежник» будут дети. С 1 февраля проходит кастинг среди школьников, будущих ведущих нового проекта. Здравствуйте! В эфире пятого канала новый проект «Детская экологическая программа «Подснежник». Мы будем говорить об экологических проблемах города Полевского, о том, как предприятия города Полевского заботятся о предоткращении этих проблем. Здравствуйте! В эфире пятого канала новый проект «Детская экологическая программа «Подснежник». Мы будем говорить об экологических проблемах нашего города, о том, как предприятия заботятся об экологии своего производства. Руководитель проекта – профессиональный журналист Пятого канала. Подростки в еженедельном режиме будут говорить об экологии нашего города, о том, какие проблемы сегодня существуют в Полевскую. Темой для сюжета будут и несанкционированные свалки в наших дворах, и озеленение центральных улиц города. Юные корреспонденты попытаются ответить на вопрос, откуда в городе клещи, и что нужно сделать для того, чтобы летом мы могли отдыхать на городских пляжах. Сегодня, накануне старта проекта под названием «Подснежник», журналисты и юные спецкоры встретились с главой города Дмитрием Филипповым. То, чем вы будете заниматься, это детская экологическая программа, наверное, какой-то раздел должен быть посвящен безобразиям, творящимся с мусором. И, наверное, это пропаганда и воспитание, в том числе и молодого нашего поколения. У каждого из ребят главе города десятки вопросов. И первое, о чем хотят рассказать в своих сюжетах подростки, так это о бескультуре некоторых полевчан, которые выбрасывают мусор куда угодно, только не в мусоуборочную машину. Мы думали, вот, может быть, что-то, плакаты, даже если развешать плакаты где-то, то эти плакаты тоже молодежь, она плохо относится к этому, тоже несерьезно к этому относится. Может, вот, мы с родителями тоже думали, вот, в нашем дворе даже не то, что молодежь, подростки, даже взрослые люди, бабушки, дедушки, они оставляют этот мусор, и вот потом все эти собаки разносят. Мы хотели, вот, ставили камеру, хотя бы просто посмотреть, даже не то, что там вот какие-то штрафы, там куда-то заявлять, а просто хотя бы, ну, людям сказать, чтобы вот такого больше не продолжалось. Мы едем на Дубочинский пруд отдыхать летом, вот эти вот три бачка стоят огромные, и там много-много всякого. У совхоза-то ты лежишь? Нет, не у совхоза, прямо когда выезжаешь, когда он хочет слегнуть. Когда с горки спускаешься? Да, 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 да. К нам же наши люди из Фетербурга приезжают, и мы там часто отдыхаем. И вот, мне хотелось бы видеть, чтобы люди, приехавшие за 50 километров от нас, живущие, и видели вот эту всю картину, и думали о нас так, что мы, ну, не сильно продвинутые. Ну, слушай, ну, я опять же могу сказать, давайте вместе подумаем, как это сделать. Вот вместе с вами поедем, скажем, вот те, там мангалы, да, вот с правой стороны дороги пруду, мангалы, значит. Ты посмотри, сколько там бутылок. Ведь это же в том числе и Екатеринбург сделает. И глава и подростки практически сошлись во мнении. Бороться с проблемой захламления нужно всеми способами и методами. Так как, кроме неприятного вида из окна на кучу мусора, мы получаем еще и вторую, более глобальную проблему – распространение клещей, а как следствие – клещевого энцефалита. Появляются грызуны, когда мусор не убран. Грызуны появляются, это паразиты, инфекционные заболевания. В первую очередь, это вот тема, раньше же ее не было клещей. Почему она возникла? Потому что у нас дворы, вы говорите, мусор стоит, да. Значит, леса взять, все пригородные леса у нас тоже, к сожалению. Юных корреспондентов волнует и тема бездомных животных. Дмитрий Васильевич поясняет, что тема действительно актуальна. Об этом сегодня говорят и депутаты городской думы, и неравнодушные к проблеме полевчане, которые мечтают о создании в нашем городе приюта для собак и кошек. Разговор между участниками проекта пятого канала «Подснежник» и главой полевского Дмитрия Филиппова продолжался около часа. Это только первая встреча, уточнил Дмитрий Васильевич. Но точно не последняя. И это воодушевило будущих юнкоров. Хороший человек, сразу видно, интересуется проблемами нашего города. И, конечно, хотелось бы, чтобы все эти наши предложения, которые мы сегодня задали, и вопросы, которые задали, чтобы они осуществились, чтобы весь этот проект наш «Подснежник» продолжался. И мы активно работали, чтобы люди, в конце концов, поняли, что такое экология и как важно ее сохранить в нашем городе. Мне понравились очень интересные вопросы у детей, нужные, самое главное, по экологии нашего города. Вот я думаю, что это не последняя встреча. Нас еще пригласит на встречу Дмитрий Васильевич. Ну и ребятки молодцы, активные. Самое главное, вот мы активно начали эту работу, она будет продолжаться не только вот эти три месяца, да, которые будет длиться вот этот вот новый проект, но и будем работать как можно дольше. Смотрите программу «Подснежник» на пятом канале каждую пятницу в 18.50. И тогда вы первыми узнаете, какие из городских пляжей в этом году станут официальными зонами отдыха у воды, о том, что делается руководством предприятий Полевского для улучшения экологической обстановки в нашем городе. На тему экологической безопасности будут говорить дети. Ксения Балденкова, Александр Полищук. Новости нашего города.